Девушки отдыхают Неправильно! Это самая важная клятва в твоей жизни! Ее надо говорить так, чтобы всегда помнить! Понимаешь? Ну а как? Вот так, как я! Слушай, я, Лиза, клянусь, что всегда буду самой верной, самой настоящей подругой Шуры! Я, Шура, клянусь, что всегда буду самой верной, самой настоящей подругой Лизы! Держи! Клянусь, что смеяться буду, когда тебе смешно, и плакать, когда тебе больно! Я буду плакать и смеяться вместе с тобой! И никогда тебя не оставлю! Меня не сможет с тобой разлучить страшная смерть или бесчестье! Ой, Лиз, прям смерть? А без этого никак? Как? Слушай, я читала в одной старой книжке «Смерть или бесчестье» А что это такое? Ну не знаю, так надо! Клянись! Клянусь! Пошли! Давай, давай, быстрее! Ага! Вот, здесь будем! Ага! Ну вот, Шурик, теперь мы с тобой больше, чем просто подруги! Мы с тобой самые родные, самые настоящие сестры! До самой смерти! Здорово, Лизка! У меня никогда никого не было! Ни папы с мамой, никого! А вот теперь у меня есть сестра! Я так тебя люблю! Молитова! Лиза! Шура! Колесова! К директору! Сейчас! Подожди! Не ходи! Я к директору и обратно! Сейчас вернусь! Я сказала, к директору! Пожалуйста! Спасибо! Спасибо! Пожалуйста! Вот документы! Добрый путь! Вам досталась очень хорошая девочка! Отлично учится! Добрая! Замечательно ладит с другими детьми! Он нас ее очень любит! И вы знаете, почти не болела! Лиза, ну подожди! Чего тебе? У меня есть апельсин! Вот, возьми! Да не нужен мне твой апельсин! Но я же не всегда уезжаю! Я буду совсем рядом в Москве! Я буду приезжать к тебе часто-часто! Папа с мамой обещали! Уже папа с мамой, да? Ну, я же не виновата, что они меня выбрали! Да я даже слушать тебя не хочу! Ты предательница! Предательница! Уезжай в свою Москву! Убирайся! Все! Забудь обо мне! Поняла? Колесова закопалась! Тебя ждут! Давай! Угу! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Сашенька, ну что же ты? Пойдем! Пойдем-пойдем! А ты мороженое любишь? Пойдем! Ну, сейчас что-нибудь придумаем, да? Да, конечно! Сашуль, ну что, ну не куксись, ну! Слушай, здесь недалеко кинотеатр есть! Да-да-да-да-да, я вот кипела! Хороший сеанс! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ой, да-да. Спасибо. Лиза. Лиза! Лиза! Лиза, привет! Ты что, меня не узнаёшь? Это же я, Шура! Лиза, ты тоже в Москве. Как твои дела? Где ты живёшь? Я снимаю комнату. Молодец. Работаю. Слушай, вот здесь кафе? Пойдём поговорим. Я спешу, Шур. Прости. Хорошо. Тогда, знаешь, оставь мне свой номер мобильного, ладно? Да. Да, щас. Я его не помню просто никогда. Вот. Мы можем встретиться, когда у тебя будет время. Угу. Лиза, я писала тебе. Ты не получала моих письм? Получала. Но вот как-то ответить не было времени. А, я... Шур, ты извини. Я правда очень спешу. Я поняла, конечно. Извини меня. Сейчас. Вот, держи. Угу. Я хотела... Что мы, Шур? Лиз. Ну, ты знаешь... Лиз. Пока, Шур. Здрасте. Здрасте. Лиза, привет. Привет. Поможешь в третьей палате? Там у тетки вены ниточки. Ну, с третьего раза вчера попала. Ну... Совсем глухо. В калифтал кисти или в ногу. Ты у нас мастер. Я точно не попаду. Хорошо. Я свои инъекции сделаю и подойду. Спасибо. Здрасте. Ну что, поехали? Я готова. Привет. Привет. Ты что-то рана сегодня? Мне надо пораньше уйти. А. Ну, что поделаешь. Иди. Ух ты. Андрей подарил? Угу. Молодец. Настоящий мужик. Смотри, не отпускай его. А я не собираюсь. Что-то не вижу энтузиазма. Такое ощущение, что ты трижды замужем была. Вот когда я первый раз полюбила, вообще голову потеряла. Просто весь мир казался крутиться карселью. А ты? А мне нельзя голову терять. Я медик. Угу. Да мне о жизни надо думать. Вот. Да на самом деле я его люблю. Люблю, конечно. Даже иногда слишком. Слишком Лиза не бывает. А знаешь, Лиза, ты прости, что я со своими советами к тебе. А вообще, ты никого не слушай. И меня в том числе. Только то, что здесь важно. Понимаешь? Мне еще в шестой палате две капельницы надо сделать. Откроешь? Да. Прошу. Спасибо. Ой, какой тяжелый. Как ты дотащила. Нормально. Спасибо большое. Так. Ой, какая ты умница. Все, что нужно, купила. Так, это. Так, Галина Валерьевна, вот новое лекарство. Здесь инструкция. Мама просила вам передать. Здесь просто меньше побочных эффектов. Угу. Спасибо большое. Кстати, как они там? Здоровы? Да-да, спасибо. Все в порядке. А я соскучилась по ним. И по тебе, Шурочка. Ну, они-то понятно, все время заняты. А ты вот совсем перестала к нам приходить. Вот эти? Ага, твои любимые. Спасибо. Как же я к вам буду ходить? Андрей меня совсем видеть не хочет. Да он трубку не всегда берет. Ну, а ты не к нему, ты ко мне приходи. Видишь, я пирожков испекла твоих любимых. Ты похудела, что ли? Да. Глаза грустные. Как там в институте? Нормально. Только... Ну, раска... Настроение в последнее время не очень. А что так? Чайник. Да. Галина Валерьевна, скажите, это правда, что у Андрея другая девушка? Ну, понимаешь, Шурочка, я и не думаю, что у них там все серьезно. Андрей человек, ну, такой, ведомый. Он человек мягкий. Весь в отца. А эта девица, видно, с характером. С характером. Ну, так, пирожок быстренько взяли. Шурочка, за свою любовь бороться нужно. Да, мужики созревают годам тридцати, а до этого времени у них сквозной ветер в голове. Я не понимаю. Да что тут понимать? Действовать надо. Алло, Катенька? Ну, с днем рождения, зайка. Антонина, извините, забываю, ваше отчество. Михайловна, ну, можно просто Антонина? Ну, конечно, приду. Антонина Михайловна, ну, показывайте, где у вас тут что. Конечно, Олег Вадимович. Это наш дежурный пост. Это наша медсестра Леночка. А это новый заведующий отделением Соколов Олег Вадимович. Здравствуйте, Леночка. Здравствуйте. Леночка, ты разобрала назначение? Да, вот эти разобрала. И Антонина Михайловна, вот еще вновь поступившие. А вчерашние? Еще не разобрала. Скажите, а что у нас в том крыле? Пройдемте, Олег Вадимович, зайдешь после смены. Здесь у нас перевязочный кабинет, это процедурный кабинет. В этом крыле у нас столовая для ходячих больных, там же душевые. Ну, это кабинет заведующего, ваш кабинет. А там у нас ординаторская. Ну, что ж, пойдемте знакомиться. Пойдемте, прошу вас. Петр Васильевич, у нас главный против. Я сейчас буду. Ролов, на укол. Учитель. Лиза! Лиза! Привет! Ой! Аккуратней! Да что ты делаешь-то, дура! Аккуратней! Лизка ненормальная! Скажи, а если б я под машину попала, умер бы? Конечно, как же я без тебя? Пойдем. Это тебе. Спасибо. Побежали, опаздываем. Быстрее! Не вставай! Давай! Уважаемые коллеги! Разрешите представить новой заведующей отделением Соколов Олег Вадимович. Здрасте! Здрасте! Олег! Добрый день! Марина? Да это вообще, какими судьбами здесь? Как тебе, Сильмир? Ну, давай потом об этом поговорим. Ну что, давайте знакомиться. Соколов Олег Вадимович. Александр. Олег, Соколов. Игорь. Очень приятно. Ну, продолжайте работать, не будем мешать. Увидимся еще. Давай. Так. Пойдемте дальше. Да, Олег Вадимович, пожалуйста. Прошу вас. Пройдемте, посмотрим процедурный кабинет. Пойдемте. А нам в институте предложили подзаработать на каникулах. Причем нормально. Это неделя на две. Как на две? И куда надо ехать? Тут недалеко, в Подмосковье. Лиз, ты что, расстроилась? Подожди, ну это же совсем ненадолго. Ты же приедешь к мне на полной. Да ну, с чего ты взял, что я расстроилась? Ну, я же вижу, Лиза. Зато я смогу больше денег отложить на свадьбу, на комнату. Да нет. Ну, улыбнись. Ну, нормально все. Просто, ну, может быть, я лучше возьму дежурство на выходные. Лиза, зачем? Ну, как? Денег больше, с работой. Да. Я занят, не звонили. Кто это? Да так, не обращай внимания. Интересно. Как-то мы будем жить вместе, а у нас друг от друга секреты. Все хорошо. Пойдем. А если я расскажу тебе о ней, ты меня простишь? Угу. Лиза, простишь? Прощу. Ну, ладно, слушай. А вы знакомы с Мариной Юрьевной? Да, учились вместе. Ну вот, это наш процедурный кабинет. Так, здесь хранятся наркотические препараты. Вот в этом вот незакрытом сейфе? Да. Выдача сегодня была? Да, у нас тяжелый больной был. Значит так, дежурную медсестру ко мне, срочно. У меня что, какие-то проблемы с произношением? Я сказал, срочно. Олег Вадимович, я ее отпустила. Но я уверена, что там ничего не пропало. Просто она забыла закрыть сейф. Ей нужно было уйти, она очень спешила. Как ее фамилия? Звонарева Лиза. Ну, это не ее вина. Я отпустила, я не досмотрела. Я сейчас закрою. Значит так. Звонареву завтра с утра прямо ко мне. Все, идем дальше. Бардак. Мы стали встречаться еще в школе. Ее родители думали, что мы поженимся. Моя мама тоже. Они дружат много лет. Ты знаешь, сейчас я понимаю, что это была не любовь. Может, первая любовь. Даже скорее первая страсть. Мы расстались тихо, спокойно. Между нами все кончено. Она знает, что у меня есть ты. Вот. Это она сейчас звонила. Но я не буду больше отвечать. Все? Я прощен? Мир. Будем считать. Ну, вот и здорово. Когда пойдем с мамой знакомиться? Думаешь, уже пора? А что тянуть? Мы же решили пожениться, так? Угу. Ну, так в чем дело? Или, может, маму сразу в ЗАГС позовем? Если ты хочешь, можно и так. У тебя все шуточки. Какие шуточки, Лиз? Я сама серьезность. Я маме сразу скажу, мама, знакомься, это моя будущая жена, Лиза, и я ее люблю очень. Маме сразу понравишься. Она у меня класс. Представляешь, она за отцом на север сбежала. Восемнадцать лет. Он погиб на подлодке, и она больше замуж не вышла. До сих пор его любит. Я думала, так не бывает. А ты тоже? Я тоже ее люблю. И тебя буду любить. Всегда. В общем, он приезжает ко мне такой весь с букетом цветов. Я как открыла дверь, чуть не упала. Так, девчонки, а что хучкуемся, а? В двести пятнадцатый, послеоперационная больная, а инъекции еще не сделаны. Почему? Я уже бегу. Будьте любезны. Здравствуйте, Николай Петрович. Симпатичный. Как думаешь, не женат? Нет. И никогда не был. Ну, хотя да, такие эльфы самцы никогда не женятся. Зачем он? Носки, рубашки и стиральные машинки стирают. Поесть вкусно в ресторане можно. А девушку для встречи такому мужику найти вообще париться не надо. Нет. Ну, бывают же чудеса. Такие мачо влюбляются. Просто так, что просто крышу сносит. Угу. Такому снесет. Никогда. Так, я не понял, я что, в пустоту говорю, а? Живы по рабочим местам? А, уже бегу. Идите, будьте любезны. Нечего на постулясы тащить. Давай потом. Все, давай. Я так соскучилась. Как хорошо, что ты вернулся, когда приедет твоя мама. На три дня уехала. Значит, у нас есть три дня. И три ночи. Пожуем, как муж и жена. Потренируемся. Я так устала от своей коммуналки. Хозяйка эта. Поздно не приходи. Никого домой не приводи. Ни подруг Даши, никого. Ну, ничего. Скоро мы с тобой переедем. Я накоплю еще немного. Можно будет комнату снять хотя бы на полгода. Там и разберемся. Скорей, пап. Тоня! Тонь! Привет! Как ты? Привет. А чего ты? Случилось, что ли, что? Тонь! Лиза, слушай. У нас неприятности. Ты вчера забыла сейф закрыть с препаратами. Блин. Как же я? Тонь, прости, пожалуйста. Полетела к своему Андрею и забыла про все на свете. Ты не закрыла. А я вот балда, сделай, я не проверила. Здравствуйте. Здравствуйте. Влетела тебе, да? Да ладно. В общем, новый заведующий тебя к себе вызывает. Злой. Да просто бешеный. Сейчас заставил проверку сделать. Все ли на месте. Убедился, что все на месте. А сегодня уже звонил с самого утра. Чего? Ну все, меня уволят. С ума сошла? А кто ему позволит это сделать? В конце концов, за медсестер отвечаю я. А я не позволю тебя уволить. Поняла? Ты ж у нас лучшая медсестра в отделении. Лиза, ну выговор даст, время лишит. Так это ж ерунда, да? Ну не переживай. Ну что ты. Все будет хорошо. Ну? Ладно, Тонь, я-то… Спасибо. Я сейчас переоденусь. Я-то пойду к нему. Ну, давай, держись. Сегодня день такой сумасшедший. Сложная операция. Понимаешь, готовиться надо. Ага. И давай в кабинете у него порешительнее держись. Не мямли. И ты ни в чем не виновата. Поняла? Ага. Войдите. Разрешите? Пожалуйста. Олег, простите. Отчество вашего не припомнило. Вадимович. Ага. Вадимович. Вот теперь я запомню. Обязательно. Да. Пригодится. Марина Ильинина. Чего пришла? Да так. Познакомиться с новым начальством. Поближе. Ага. Ну, мы же вроде были знакомы. Были знакомы. Вот только потом ты свалил куда-то. Без объявления войны и без объяснения причин. Я так ничего и не поняла. Что не так-то было, Олег? Претензий было много, Марин. Понимаешь? Не так летишь, не так свистишь. Десять лет прошло, а ты все о том же. Ты что, замужем так и не была? Ай-яй-яй-яй-яй. Как грубо. Ну? Не узнаю первого джентльмена курса. Да была я замужем. Была. Молодец. А ты что думала? Я по тебе всю жизнь плакать буду? Марин, ничего я не думал. Иди работай. Если у тебя все, считай, что мы заново познакомились. Поражаюсь. После вашего бывшего заведующего здесь сам черт ногу сломит. А давай я помогу. Хочешь, расскажу. А может, показать? Марин, если надо будет, я обязательно к тебе обращусь за помощью. А сейчас извини, мне нужно работать. Ладно. Я пойду. Да. Если что, мой телефон у тебя есть. На столе, в общем списке фамилий. Угу. Кстати, при разводе я себе фамилию прежнюю вернула. Здрасте. Здравствуй. Здрасте. Я Звонарева. Какая Звонарева? Ну, это я забыла закрыть шкафчик с препаратами. Вот. Вот. А, явилась. Послушайте, извините, больше такого не повторится. Я очень на это надеюсь. Потому что вы должны понимать всю ответственность. Потому что это подсудное дело Звонарева. Так как по вашей вине наркотические препараты были не заперты несколько часов. И если вы не понимаете, что это огромная ответственность, то вам нечего делать на такой работе. Потому что я не могу доверить вам жизнь и здоровье пациентов своего отделения. Ну, убейте меня. Что? Ну, а чего? Я ошиблась. Я извинилась. Я понимаю, что я виновата. Я извинилась. Но я тоже живой человек. Я устаю. Так, Звонарева… Простите… Как вас зовут? Елизавета… Значит так, Елизавета Звонарева. Первый раз прощается, второй раз воспрещается, третий раз вышибаем вас. Вы помните такую детскую считалочку? Помню. Очень хорошо. Мне идти? Ну, вы тоже извините меня. Я был с вами резок, что ли. Так что давайте мы не будем с вами доводить до второго раза, потому что третьего точно не будет. Идите, работайте. До свидания. Спасибо. Угу. Мам, привет. Привет, сынуля. Здрасте. Давай. Здрасте. Проходите, пожалуйста. Ага. Мама, это Лиза. Оп. Мам! Лиза — моя будущая жена! И я ее люблю! Очень! Вот так вот, мам! Мам! Так. Проходи. Как зовут? Марс. Угу. Это моя мама. Классная, правда? Угу. Так. Ну вот. Андрей мне сказал, что вы работаете. Угу. Ага. Хватит. В нейрохирургии. Медсестрой. Твой любимый. Угу. Прекрасная профессия. Угу. Очень вкусно. На здоровье. Спасибо. А у вас уютно. Ой, спасибо. Места, правда, не так много. Ну, зато свое. Угу. Угу. Именно. Эту квартиру нам дали после смерти Андрюшиного папы. Угу. Компот. Совсем забыла. Андрюш, помоги мне, пожалуйста. Сейчас. Угу. Ну, как тебе, Лиза? Хорошая, правда? Да. Все прекрасно. Возьми. Так удобнее. Угу. Спасибо. Так. Андрюш, ты, конечно, извини меня. Ты человек взрослый, можешь поступать так, как считаешь нужным. Но мне кажется, слава Богу, что отец не дожил до сегодняшнего дня. Мам, тебе Лиза не понравилась? Да хлебнешь ты с ней, и еще горе. Поверь мне, я жизнь прожила и знаю, что говорю. Мама, что не так? Да все так. И личка смазливая. Ни манер, ни образование. Я понимаю, что она воспитывалась в детском доме. Мама, я люблю ее. Замечательно. Ну, встречайтесь и встречайтесь. А зачем замуж? Зачем ЗАГС? Тебе еще институт закончить нужно. На ноги встать. Да вы с Шурой три года встречались. Мама. Ну что, мама, у вас были серьезные отношения, а это… Мама, ну что? При чем здесь Шура? Да при том. Ты ее знаешь без году недели. Мама. Может, вам чем-нибудь помочь? А, да. Собственно, у нас уже все готово. Угу. Идемте за стол. Угу. Спасибо. Здравствуйте. Добрый день. Мужик с Тафной красивый. При деньгах. Понимаешь, у него свой бизнес. Ай, ну вообще. Привет. Так что думай. Думай, думай, думай. Внезапная остановка сердца. Марина Юрьевна. Куда? Ставь капельницу. Марина Юрьевна. Сейчас. Давай вколем атропин и 60-преднизолона. Хорошо. Готово? Так-так-так-так. Готово. Готово. Есть пульс. Хорошо. Что случилось? Почему оставили пациента без присмотра? Внезапная остановка сердца. Какое давление? 100 на 60. Что ввели? Атропин 60-преднизолона. Кто ввел? Я. Лиза. Звонарева? Дело в том… Молодец, Звонарева. Сработала профессионально, не растерялась. Не зря за тебя старшая сестра заступается. Везите его в реанимацию. На какой этап? На третий. Давайте клип. Палата подготовлена. Как больной? Теперь будет жить. А что значит теперь? Была остановка сердца. Вколола тропин. Молодец. Сам Олег Вадимович похвалил. Похвалил? Угу. А он умеет? Ну, похоже. Повезло. А мне вот второй выговор влепил. А теперь вот сижу, Машке Ковале увольнение оформляю. Кофейничала с пациентом. Формулировочку придумал, да, индюк? И так работать некому. А на меня так долго смотрел. Аж мурашки по коже. Может не уволят? На то он начальство. Как хочет. Так и смотрит. Вызывал? Да. Заходи, заходи. Что случилось? Ну, пациент чуть не умер, а так все нормально. Ты почему без стука? Ну, мне же не на прием к тебе записываются. Слезь со стола. Войдет кто-нибудь. Кто-нибудь постучит. Марин, слезь со стола. Или ты на грубость нарываешься. Я не люблю, когда на меня давят. Прости. Никто не давит. Просто я пришла сказать, что… Ты потрясающий хирург. Все девчонки в отделении, а тебя без ума. А почему ты не женат? Мне вполне хватило предыдущего опыта. Да? И потом. Свою личную жизнь я с тобой обсуждать не собираюсь. Тебе что, эта мышь детдомовская понравилась? Какая мышь? Ой, вот только не надо мне тут круглые глаза делать. Я ж тебя как облупленного знаю. Когда ты вот так вот пристально начинаешь смотреть девушке в глаза, ей бедняжке уже деваться некуда. Я не понял, Марин, ты сейчас что, ревнуешь что ли? С какого перепугу? Тебя ревновать? Легче застрелиться. Ну, а раньше ты хоть как-то поразборчивее был. Старее что ли? Ты слова-то выбирай. Что, Олег Вадимыч? Значит, правда? Вот только на эту Звонареву твои взгляды не подействуют. Вся больница знает, что она замуж собралась. Да таких как Звонарева десять штук в пучке. Тогда зачем тебе именно она сдалась? Так, Марин, ты не выноси мне мозг, у меня еще вечерний обход. Прости. Знаешь, я, кажется, поняла. Я слишком многого от тебя хотела. Но теперь я женщина с опытом. Может, попробуем сначала? Не надо, Марин. Я думаю, что у нас ничего не выйдет. Ух, наконец-то этот безумный день закончился. Еще полночи впереди. Лиза, может быть, пока все тихо в ординаторскую? Кофейку попьем, а? Как вы на это смотрите? У меня еще работа. Много? Ну, нужно переделать, чтобы потом не разрываться. Давайте я вам помогу, а? Представляете, вас будет слушаться целый зав.отделением. Что делать? Давайте я буду писать, вы мне строго диктуете, завтра девчонкам похвастаетесь, что у вас слушался целый зав.отделением. О боже, сколько помара! Что это такое? Что, где я неправильно написала? Ну, вот, как же! Отпустите, я буду кричать! Больных перебудешь! Я перебожу, пустите! А я тебе в выговор влюблю! Вы хоть увольняйте! Никогда не смей так делать, поняла? Поняла? Дура! Лиза, новое назначение. В 217 нужно готовить пациента к операции. Сделать примедикацию. Ты меня слышишь? Да, сейчас. Устала после дежурства? Потерпи, уйдешь через час. Спокойно все было? Лиза! В принципе, да. Что значит, в принципе? Что-то случилось? Заведующий ко мне приставал. О, гад! А ты что? Послала. Час от часу не легче. Тонь! Ты будешь у меня свидетельницей? Ну... Вместо мамы будешь? Ты еще спрашиваешь? Ну... Ну, девочка... Ну... Лиза, ты? Я... Андрей... Саша, ты зачем пришла? Я не могу без тебя. Я не хочу жить. Андрюшенька, я люблю тебя. Шура! Шура! Прекрати истерику! Я люблю тебя! Слышишь, Андрей, я не могу без тебя! Андрюша, ты совсем с ума сошла? Ну, что ты от меня чего хочешь? Уймись! Чтобы я в окно выбросилась! Шура! Да успокойся! Шура! Ты что делаешь? Шура! Тихо! Угомонись! Ты с ума сошла? Успокойся! Нормально, да? А? Ибо... 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 Фу! Сашенька, я люблю другую. Понимаешь ты это или нет? Халат возьми! Фу! Фу! Привет! Привет! Проходи! Лиз! Все не так! Лиза, подожди, я все объясню! Я тебе поверила, а ты... Лиза! Лиза! Не ходи за мной! Не ходи за мной, я сказала! Лиза, куда ты? Стой! Тоня! 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 Как ты? Тоня! 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 Алло! А что случилось? Тоня, он… Алло, ты где? Он тебя видел? Тоня! Я буду через пять минут! Никуда не уходи! Стой! Я говорю, никуда не уходи! Так, что за грохот в отделении, а? Да, Лиза… Лиза? Лизочка, почему ты плачешь, а? Что случилось? Кто тебя обидел, а? Скажи мне, кто? Кристина! Я здесь как-нибудь сам разберусь! Уведите больных, им здесь не цирк! Так, ничего интересного, расходимся по палатам! Ну, быстро, быстро! Ну, не плачь! Ну, все, успокойся! Успокойся! Пойдем! Иди сюда! Иди сюда! Ну, все, все! Успокойся! Успокойся! Все! Слезки? Успокойся! Иди сюда! Успокойся! Ну, перестань! Да что ж это такое? Лиза! Тише, Олег! Ты чего? Олег, ты что? Не кричи, Анечку разбудешь! Что за бардак, а? Ну, я сейчас все уберу! Пойдем! У меня уже почти все готово! Я завтрак подам! Мне через пять минут выходить! Я не успею! Ну, у меня уже почти все готово! Слушай, ты можешь мне объяснить, что у нас происходит? Или у тебя на работе проблема? У меня работа нервная! Или ты уже забыла? Подожди, ты же сам не хотел, чтобы я на работу возвращалась! Говорил, пусть пока Анечка подрастет! Разве не так? Я с радостью работу выйду! Вот определю, а не в сад и выйду! И не надо меня этим попрекать! Лиза, извини, я погорячился! У меня в больнице проверки! Две смерти подряд на столе! Вот! Я побегу! Ай! Документы! Все! Пока-пока! Да, а если хочешь на работу, я не против! Ну, только сначала надо Анечку в садик устроить! Слушай, а Олег-то разрешил? Мне сейчас в форме документы пять секунд! Разрешил! Представляешь? Да ты что? Ой, кто к нам пришел? Лизок, привет! Привет! Ты как к нам? Насовсем или так зашла? Соскучилась? Ой, Лиза! Вернулась! Так, девочки, вам что делать нечего? Вон, привязочно какая очередь! Давайте! Да! Идем! А, Олег еще не знает, что я на работу вышла! Да! Сюрприз! Я думала, я Анечку долго буду в детский сад оформлять! А так быстро получилось! А вот такую девочку в коррекционный логопедический класс перевели! Очень хорошо! Ты знаешь, как нам тебя здесь не хватало? Давай тогда в 217-ю палату! Там у нас такой пациент есть! Здравствуйте! Здравствуйте! Новиков! Кристиночка, дай, пожалуйста, назначение Новикова! По-моему, уже во все инстанции жалобы написал! Вот, держи! Ну, все будет сделано! Давай! Кристина, если у меня кто будет спрашивать, я в отделе кадров! Хорошо? Поняла! Вам два укола! Не больно? У-у-у! Ну, хорошо! Вот у тебя рука легкая! А эти ваши коновалы только издеваются над людьми! О! О! Полюбуйся! О! Я пойду! Да, погоди-ка! О! 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 Уйди! Не-не-не! Не надо! Не надо! Перебери! Угощайся! Спасибо! Стой-стой-стой-стой! И вот еще чего! Нет! Вы знаете… Купи себе чего-нибудь! За шоколадку спасибо! Я на работе! Это исключено! Ну, хорошо! Через двадцать минут у вас МРТ! Я вечером зайду, перед отбоем вам еще укольчик сделаю! Хорошо! Только это… Ты сама приходи! Не придешь? Жалобу накатаю! Ваш департамент слаб не покажется! Олег! Олег! Это я! Открой! Плюпа! Плюпа! Мариш, прохил одела? Да! Пошли! Пойдем! Халат как следует закроется! Здравствуйте! Здравствуйте! Лиза, ты с Новиком закончила? Да! А! Очень хорошо! Я тут твои документы подготовила! Пойдем заодно подпишем у заведующего! Пойдем! Марина Юрьевна! Ну, вам-то! Специалисту с красным дипломом! Не знать, кто такой энцефалопат! Ну, это стыдно! Как минимум! Лиза, а как ты здесь? А с кем, Анечка? Ты же через неделю выйди собиралась! Я так вижу, ты теперь сытый? Так, Лиза, ты, пожалуйста, соблюдай субординацию! Марина — врач, ты медсестра! И не надо о Марине при мне говорить в таком тоне! Понимаешь, ты на работе! Ты тоже! Где Аня? Мы про Аню вспомнили! Аня в детском саду! Я же сюрприз хотела сделать! К тебе хотела! На работу хотела! Ты знаешь, кто ты? Ну, кто? Кто я? Ты потомок! Я же тебе говорил! Больше никогда так не делай! Говорил? Да! На, иди умойся! Виза, а что с документами? Что? Он мне изменил! Я… Олег мне изменил и ударил! Господи! Ты что собираешься делать? Я ухожу от него! Я так больше не могу! Все! Я… Я ухожу! Ясно! Ты мне поможешь? Ну, конечно! С квартирой надо что-то придумать! Ну, в общем… В общем, так… Ой, Господи! Так! Давай сделаем так! Значит, я заканчиваю работу! Заезжаю за тобой! Посидим! Подумаем! Сумка! Документы! Мамочка! Что ты плачешь? У тебя что-то болит, да? Давай тебе подумим! Ну, и все пройдет! Все пройдет! Все пройдет! Бип-бип, молодежь! Представляешь, как повезло! Комната не сдана! А квартира вполне приличная! Спасибо! Зумочку еще! Садитесь! Мне недалеко! И тебе удобно будет на работу ездить! И Анечке в детский сад! Садись с той стороны! Да! Повезло так повезло! Так, ребенок, давай, заскакивай! Нас ждут, пожалуйста, поскорее! Ой! Ой! Все! Поехали! Ух! 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 Черт! Ну, вот! Смотри! У меня эта комната закрытая стояла! Ну, как с ним в Америку укатил! А я в своей привыкла! Ну, здесь, конечно, надо прибраться, помыть! Правильно! Будет хорошо, в принципе! Ну, что? Устраивает? Да! Мужиков не водить! Валь, ну, какие мужики? Наш с ребенком! Не, ну, всякие бывают красотки! Знаешь, как теперь? Ребенка на улице гулять, а сам… Ну, ну, да! И, конечно, не курить! И не курит она! Ну, знаю о ваших медицинских! Чтобы медицинские и не курили, не смеши меня! И я не курю! И ты не куришь! Ну, хорошо! Платить будешь каждый месяц до пятого числа! Ну, все! Располагайтесь! Места хватит! Спасибо! Ну, давай я помогу тебе вещи разложить! Ну, ладно, Тонь! Я сама! Спасибо тебе! Ну, я тогда пойду! Угу! Завтра увидимся! Да! Анечка! Не грусти! Все образуется! Ну, пока, девчонки! Пока! До свидания! Спасибо! До свидания, Тоня! Счастливо! Пока! Мам! Мы теперь здесь будем жить? А папа? Приедет позже! Олег! Ты вообще где? До тебя никто дозвониться не может! Что, Затон? Вообще-то, это я зав отделением, а не ты! Ну, да! Просто у нас чупы! Без тебя никак не разберемся! Скажи, а если я уеду в отпуск? Или в командировку? Без меня здесь все развалится? Или у меня у одного диплома врача имеется, а? Да это не имеет отношения к больнице! Ну, вернее имеет, но это другое! Ты можешь сказать по-человечески? Я не понимаю! Значит так! У Новикова шестой коммерческой палаты украли деньги! А Новиков не простой больной! Он на всех кляузы пишет! Я знаю, кто такой Новиков! Разберемся! Пошли! Кстати, в палату к нему вчера заходили только две медсестры! Дежурная и твоя Лиза! Я понял! Спасибо! Он вообще-то уже какому-то министру звонил! За что я плачу бешеные деньги? Вот за эту палату, похожую на хлоповник! Не понимаю! Сборище воров, дилетантов и коновалов! Так, не надо кричать! Тут все-таки больница! Вот именно! Больница! А не проходной двор! Не плачь! Деньги получили? Получили! Извольте выполнять свой долг! И не надо мне затыкать рот! Вызывайте полицию! Константин Андреевич, давайте с вами успокоимся! Я успокаиваться не буду! Я напишу на вас жалобу и вы ответите! Хорошо! Давайте самостоятельно разберемся! Ну, а если не получится самостоятельно, то я обещаю вам, что я лично вызову полюцию! Прошу меня не учить! Расскажите, что у вас здесь произошло? Что произошло? А вот пусть ваша медсестра Елизавета ответит по закону! О! Тонька, привет! Слушай, расскажи толком, что у вас там случилось? Что случилось? Ой, ну, слушай, не делай такие глаза! Я, конечно, понимаю, что ты в своё деление защищаешь свою подругу! Ну, мне-то можешь сказать! Ты же знаешь! Я могила! Знаю! Жизка, я правда не понимаю, ты про что? Да все уже прекрасно понимают, что это твоя Елизавета украла деньги из палаты платного больного! Ну, она там последняя была! Слушай, ей что, муж перестал давать деньги, что ли? Ты что несёшь? Что за бред? Ну, я не знаю, все ваши девчонки говорят, что её муж из дома выгнал, в чём она была! Ну, тогда понятно, всё понятно! Слушай, какая-то идиотка сболтнула! А вы бегаете и повторяете, что ли? Ну, почему идиотка? Ну, все ваши девочки говорят! И заведующий тоже сказал! Что? Заведующий? Ну, да! Ладно! Так, вот тебе бумага! Ручка! Пиши заявление по собственному желанию! Ты же понимаешь, что я этого сделать не могла! А Новиков сказал, что ты была последняя, кто заходил к нему в палату и видела, что деньги лежат в тумбочке! Ну, это видели все медсёстры, которые его кололи! Ну, и что ты предлагаешь? Хочешь, мы вызовем полицию, Новиков напишет заявление, будет настоящее расследование! Да, я хочу! Я хочу! Вызывай! Только ты же никого не вызовешь! Твоя репутация для тебя дороже всего! Так, давай я отдам ему деньги, скажу, что… Что ты где их нашёл? У меня? Не знаю! Придумаю что-нибудь! Слушай, Лиза! Ты давай, не дури! Возвращайся, в общем! Чего ты, Анечка, от меня спрятала? Начнём всё сначала! Я тебя простил! Серьёзно? Ты меня простил? Ты?! Слушай, если б ты меня тогда не спровоцировала, я б тебя пальцем в жизни не тронул бы! Знаешь, я бы в любом случае написала бы это заявление, поэтому считай, что ты меня опередил! Опередём! Всё отлично! А вы боялись! Нет у вас никакой аллергии на навокаин! Спасибо! Благодарю! Антонина Михайловна, график дежурства! Спасибо, Анечка! Ты знаешь, что он считает, что это я виновата в том, что он меня изменил и в том, что ударил! Ну, ты про измену только догадываешься! Ты ведь наверняка ничего не видела! Тонь, ты что, серьёзно? Серьёзно! Он разозлился, потому что это правда! А ещё он мне предлагал к нему вернуться! Тогда он всё замнёт! А ты что думаешь? А я думаю, что я пойду в полицию и напишу заявление о клевете! Пусть там разбираются, кто украл эти деньги! Послушай, Лиза, а по-моему, этого не стоит делать! Не зли Олега! Давай знаешь, что сделаем? Устраивайся с этой медсестрой в детский садик! Там люди всегда нужны! И Анечка будет рядом! А халтуру я тебе всегда дам! Частные вон уколы или за больными дома присматривать! Ну, мало ли что! Приживёшь, ничего! Тонь! Что? Тонь, ты знаешь, у меня... Своей матери никогда не было! Но мне иногда кажется, что моя мама — это ты! Олег? А ты что, тут так поздно? Рабочий день закончился давно? У меня дежурство. Стой! Закрой дверь. А что случилось? Хреново мне, Марин. Она дочь от меня спрятала, как от монстра какого-то. Иди ко мне. Да она просто дурочка. Хорошо, Лиза. Завтра зайдёте ко мне с документами. Татьяна Васильевна, познакомьтесь. Это наша новая медсестра. Вместо Киры. Так мы уже знакомы. Позже зайдите ко мне по поводу утренника. До завтра. До свидания. Татьяна Васильевна, как Анечка сегодня себя вела? Замечательно. Очень хорошая девочка. Ест хорошо. С детьми общий язык нашла быстро. Всё хорошо, не переживайте. Спасибо. Ань, Аня, давай. Ну, мам, я ещё поиграть хочу. Анечка, пожалуйста, нам нужно ещё в прачечную зайти. Возле дома погуляем. Говори всем до свидания. Ну, давай, прощайся. До свидания. До свидания, Анечка. До свидания. Я гуляю, я гуляю. Кашу ешь. Ешь кашу. Ну что, дети, поможете мне прибраться? Ой. А я поиграю. Анечка, давай быстрее, ага. Сейчас. Вот так. Ань, ну не пустись быстрее. Я устала, устала сумки нести. Давай поедем на автобусе. Ань, ну какой автобус? Тут идти и вот два дома. Хватит ныть. Ну, мам. Давайте я вам помогу. Не надо. Нам тут недалеко. Вот недалеко и помогу. Давайте, давайте. Не надо. Не оставайтесь. Давайте. За мной. Да и нам тут совсем близко. Мы сами справимся. Спасибо. Давайте. Мне обратно. Вот. Почти пришли. Николай Филипич, спасибо. Мы бы без вас, наверное, не справились. Ну, красавица, угощайся. Спасибо. Немножко можно, правда, мама? Но мы съедим ее после ужина. Мам, я на горку пойду. Аня. Ну, мам, ты обещала. Аня, вернись. Ну, пускай побегай. Ну-ка, вернись. Если вам надо что-то делать, делайте свои дела. А я могу на лавочке посидеть. Посмотреть за вашей Анечкой. А потом домой приведу. Вы где живете? Мы вот в этом подъезде. В этом. А я в этом. Мы же соседи. Аня, давай домой. Ну, мам. Я кому сказала? Ну, Лиза, почему вы мне не верите, а? Вы что, воитесь меня, а? Я вас не верю. Лиза, ну, зайдите ко мне домой. Посмотрите, как я живу. Николай Ильич, вам спасибо. Нет, нет, нет. Ну, даже мы сами. Что? Что? Ну, что? Что случилось? Так, сидите спокойно. Дышите, дышите. Не хватило, сердце. Так, сидите. Отпустят. Давайте, знаете что? Давайте мы вас проводим. У меня так бывает. Сейчас. Ну, вот. Давайте, мы вам поможем. Давайте я вас немножко подниму. Вот. Дайте сумочку. Нет, нет, я возьму. Я беру, я беру. Дайте. Не спорьте со мной. Дайте сумочку. Ну, хорошо. Аня, идем за мной. Идем, идем. Быстрее. Заходите, заходите, заходите. Анька, быстрее, быстрее. Анечка, ну, веселее, веселее. Ну, что? Опять? Дышите, дышите. Ну, вот. Проходите. Проходите, пожалуйста. Да вы знаете, мы, пожалуй, пойдем. Ну, что вы, что вы. Я без чая вас не отпущу. Проходите, проходите. Проходите. Сейчас только вот приму лекарство и попью чайку. Ко мне вообще медсестра приходила. Извините. Курсовые уколы делала. Вот. Но она уехала потом куда-то, в другой город. И, ну, никак дальше не могу. Давай, дядочка. А вы знаете, я вам могу уколы делать. Я медсестра. Да? И живу недалеко. Я буду благодарен вам. Позвольте. Ага, спасибо. Я заплачу. Ага, разберемся. Простите, а где у вас лекарства и шприцы? Можно я посмотрю? А вот, пожалуйста, проходите. Давай. Ань, подожди меня здесь. Сейчас я укол дедушке сделаю и войдешь. Спасибо, Олесенька. Не за что. Спасибо, Олесенька. У вас очень легкая рука. А вот, Анечка. Ань, заходи. Уже можно. А вот в это можно поиграть? Конечно, Анечка, конечно. Поставь на место, разобьешь. Да ничего, ничего. Пусть играют. Уже в норме. Ань, я с кем разговариваю? Ну, да. Я давно один живу. Надо бы чаще прибираться. Да вот здоровье не позволяет. А дети? Это же сын? Сын. Семнадцать лет не виделись. Как? Если бы у меня были родители, я бы была благодарна родителям только заодно то, что они есть. Аня, перестань. Жизнь очень странная штука. Низычка. Ну, все-все, пойдемте. Идемте, чай пить. Перестань. Идемте, на кухню пошли. Идем, идем, Анечка. У меня там конфетки, печенье. Ну, Анечка, может, мы все-таки пойдем? Маня, она поступила с тобой как последняя тварь. А ты уже все телефоны оборвал. Так, Марина, не зли меня. Я дочь свою ищу. Что тебе не понятно? А когда твоя дочь с тобой жила, ты много ей интересовался? Да ты же на работе все время пропадал. И даже в выходные повод находил. Я для них работал. Для семьи. Что в этом плохого? Я уверен, что Лиза вляпается в какую-нибудь дерьмо. Вот тогда пожалеет, что потеряла. А когда я у нее дочь заберу… Как ты ее заберешь? Да у нас Ода и всегда на стороне матери. Она не проститутка, не наркоманка. И чтобы Анечку у нее забрать, ее для начала нужно родительских прав лишить. Зачем? Если у нее не будет работы, она не сможет содержать дочь. Погоди, погоди. Ты что знаешь, где она работает? Я знаю все… Здравствуйте. Здрасте. Я знаю все, где она работает, кем она работает, понимаешь? И что ей там работать недолго осталось. И вот когда она останется без жилья и без работы, я иду в суд. И суд мне присуждает мою дочь. А Лиза сама потом прибежит. Так ты хочешь дочь свою вернуть? Или чтобы твоя мышь к тебе прибежала? Ты уже определись, как вернуть. Так, Марина, мы и так с тобой живем вместе. Что еще ты от меня хочешь? Да у меня все время такое чувство, что нас в постели трое. Ты, я и твоя Лиза. Здрасте, Антонина Михайловна. Давай скорее. Пойдем, в садик опоздаем. Я спать хочу. И сейчас вы спешите. Доброе утро, Николай Филиппович. Ань, кто здороваться будет? Здрасте, дядя Коля. А вы тоже утром в садик ходите? Да, хожу. Только в другой, в скверик. Вот раньше зарядку делал, бегал. А сейчас только ходить могу. Да, если признаться, самочувствие прошивое. Здрасте. Доброе утро. Я человек военный. Закалка у меня хорошая. Николай Филиппович, хорошо, что я вас встретила. Я вот что подумала. Я сейчас Анечку в садик закину, и вечером мы к вам зайдем, немножко приберемся. Только не возражайте. Нет, нет, нет. Ну что вы, что вы? Я сам, я сам. Я, между прочим, наметил генеральскую уборку в воскресенье. Послушайте, ну зачем ждать в воскресенье? У меня сегодня выходной, я все быстро сделаю. Ну тогда я вам заплачу, хорошо? Нет, платить не надо. Я, я вам от чистого сердца помогаю. По-соседски. Так что нам денег хватает. Да? Ну раз такое дело, я просто настаиваю, чтобы вы по-соседски приходили ко мне на чай. А? Как, Анечка, договорились? Угу. Ну, отлично. Ну, видимо, договорились. Мы побежали, ладно? Конечно, конечно. Пойдем. Быстрее, быстрее. Ну, мам, мать болится. Терпи, терпи, Анютка. Так, девочки, ежика не трогайте. Он был вчера ранен. Хорошо? Здравствуйте, Татьяна Васильевна. Здравствуйте. Здравствуй, Анечка. Проходи. Извините нас, пожалуйста. Что, мы опоздали? Ну вот, не высыпается все капризы эти утренние. Да ничего страшного. Разберемся. Спасибо. Аня, ты только слушай, Татьяну Васильевну. Угу. Ну и пошла. Ой, здравствуй, Катенька. Здравствуйте, Татьяна Васильевна. Как настроение? Хорошо. Хорошо. Замечательно. Катюше очень нравится в вашем детском саду. Саша не угарала. Гораздо больше, чем в предыдущем. Спасибо. Татьяна Васильевна, а что это за женщина была? Очень знакомое лицо. Лиза, наша новая медсестра. Вот Анечка, ее дочь. Понятно. А давно она у вас работает? Ну, месяца два. Отец, наверное, богатый, если вот у вас же зарплата, я знаю, не очень. Они с мужем разошлись. Угу. Там такая история неприятная вышла. Но Лиза очень хорошая женщина. Детей любит. Занечка так ухаживает. Здравствуйте. Здравствуйте, ребята. Проходите. Такая хорошая, что муж сбежал. Ну, всякое в жизни бывает. Это правда. Ну что ж, до свидания. До свидания. Всего хорошего. Так, ребята, садимся полукругом. Сегодня у нас Чуковский, муха-цокотуха. Не отставай. Ань, давай побыстрее. Ань, подожди меня здесь. Николай Филиппович. Сейчас. Сейчас. Давайте. 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 Тихо-тихо-тихо. Так. Так. Сейчас. Сейчас. Дышите. Смотрите на меня. Не закрывайте глаза. Слышите, что я вам говорю? Слышите? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Сейчас. Отпустит. Так. Что тут у вас есть? Ага. Выли ду. Ага. Под язык. Так. Под язык. Терпите. Сейчас. Отпустит. Сейчас. 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 Так. Так. Тихо-тихо-тихо. Мам. Все. Сейчас будет легче. Как вы? Отпустила. Спасибо. Жить буду. Давайте. Я вам помогу подняться. Можете? Да. Давайте. Давайте. Чтобы я без вас делал, девочка. Давайте. 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 Катенька, веди себя прилично. Ты же не в саду. Кать. Вот неугомонная. Катюша. Катенька. Привет, сынок. Привет. Привет, мам. Все купил? Все. Ой, а почему без шапки? Холодно же. Нормально, мам. Спасибо. Слушай. Держи. Спасибо тебе. Ой, перчаток не одел. Мы тебя, наверное, сильно напрягаем, да, мам? Да что ты. Мы с Шурой решили, что будем сами как-то справляться, а ты отдыхай и занимайся собой. Хорошо? Ну, что ты такое говоришь? Мне это все в радость. В самом деле. Андрюша. Ну, ведь ты была инициатором разъехаться. Мам. Нет, я не в претензии. Ты хотела почувствовать себя взрослым. Андрей, вы же с Сашей все время заняты. А я бы хотела инициативу о Катюше взять на себя. Ну, давай ее вообще из сада заберем, а? Мам, папа, я видела тебя. Мам, зачем? Мам, там же у него подружки. И здесь подружки, правда, Катиша? Мам, с ними там и занимаются. И я буду заниматься. Ну, стихи учат. А ты что, не помнишь, как я с тобой стихи учила? Мам, ну, к школе готовят наконец. Да, подготовлю я ее к школе. Подготовлю. Мам, мы думали, Шура, и решили, что Катя будет ходить в детский сад. Только дай мне слово, что я Катюшу буду забирать и отводить каждый день сама. Андрюш, просто я волнуюсь, чтобы она долго не ждала, пока вы ее заберете. Иди, а то ребенка застудишь и шапку надевай. Катюша. Катюша, пойдем. Ну, пока-пока. Пока. Все, пока, мам. Доченька, смотри осторожно. Пока, сынок. Пока, мам. 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 Алло, отвлекись от своего журнала. Мам. Мам. Ну, как идти? Снухшибательно. Марин, слушай, я тебе говорил, что мне предложили заведовать новой элитной клиникой. Угу. Олежек, да ты что? Да. А я всегда знала, что ты достоин большего, чем это задрипанное отделение. Да, но это именно я из этого отделения сделал конфетку. Угу. Вот именно. И поэтому тебе предложили целую клинику. Угу. Потому что ты у меня самый-самый умный. Конечно, соглашайся. Думаешь? Тут нечего думать. Соглашайся. Нет, ну я должен выдержать некую паузу. Больше будут уважать. Ну да, ты прав. Только очень небольшую паузу. А то передумают. Папа, а где бабушка? Нам в гости поехали, подруги. Аня, осторожно. Аня, не бегай так. Катенька. Катенька. Лиза. Привет. Привет. Как дела? Хорошо. А ты чего здесь? Я за дочкой пришел. А ты? Я здесь работаю. Кать. Аня. Катюль. Аня, все, домой идем. Катюша, иди сюда. Пойдем. Как живешь? Где? Да нормально все. Комнату снимаю. Дочка твоя? Да. Шустрая. Слушай, мы столько лет не виделись. Это точно. Папа, куда мы идем? Девчонки. Мы не идем домой. Мы идем в кафе. Ура! Я! А то любит мороженое? Я! А лимонад? Я! Ну что, пойдем посидим, поболтаем? Ну ладно. Пойдем поболтаем. Пойдемте. Поболтаем. А я женился на Сашке. Она ребенка ждала. Мама. Потом настояла мамину квартиру разменять. И так повезло, что купили две квартиры в соседних подъездах. Вроде сами по себе живем, но мама рядом с Каськой помогает. Ну, в общем, все хорошо, да? Да. Ну, я рада. Ты замужем? Ну, не была. Ну, как-то все не сложилось. Я сейчас не хочу об этом говорить. Лиза. Лиза, тогда не было ничего. Если бы ты тогда меня выслышала, все могло бы быть по-другому. Я любил только тебя. И сейчас люблю. Давай начнем все сначала. Пожалуйста. Зачем? Привет. Это мы. Привет, мам. Привет. Ух ты, какой шарик. Давай. Мама, а мы в кадре были. Так. Тапки. Да. Аня и тетей Лизой. Снимай куртку. Шура, что случилось? Не замерзла? Не замерзла? Нет. Мороженое ели. Да, ели. Шура, улыбнись. Вкусно было? Да. Молодцы. Шура. Катюш, иди, поиграй в свою комнату. Давай. Все хорошо? Ну, что мама опять накрутила, да? Да при чем здесь твоя мама? Она просто сказала, что она работает в этом детском саду. Боже мой, когда она исчезнет из моей жизни? Шура, послушай. Ну, неужели она всю жизнь будет стоять между нами? Шура. Я не хочу ничего услышать. Нет твоих глаз счастливых. Довольно. Мам, можно я мультики включу? Да, 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 да. Риза, здравствуй. Здрасте. Ты часики мои не видела? Какие часики? Ну, часики наручные. Я же хожу в них постоянно. Золотые. Мне муж покойный подарил. Ну, положила куда-то и не могу найти. Нет, не видела. Я же к вам в комнату никогда не захожу. Ну, да. Не знаю. Вы везде посмотрели? Да вроде везде. Может, упали куда-нибудь? Упали? Ну, может быть. Сейчас посмотрю. Я не знаю. Ой, бог ты мой. Куда они могли деться? И вообще недолго смотрю. Ну, куда я могла их положить? Куда? Не понимаю. Где они? Катюша, осторожно. Аня! Ну, здрасте. Здрасте. Чтобы не смело даже приближаться к моему сыну. Поняла? Наня, подожди меня! Аня! Может, положила куда? Ну, может и положила. Ну, жалко, если пропали. Все-таки память о мужа. Он тогда, помню, две свои картины так удачно продал. И говорит мне… Может, спер кто? Ну, а кто мог спереть-то? Я уж в последнее время, кроме участкового врача, и не общаюсь-то ни с кем. Ну, и еще вон с постоялицей своей. Ну, так может, это она? Нет, она не могла. Милейшая девушка. Аккуратная такая. Нет, ну что ты? Она не могла. Дочка у нее лапушка. Что ты? Лапушка. Вот такая у нас одна в больнице лапушка работала. Все из себя. Ангелочка строила глазками своими хлоп-хлоп, хлоп-хлоп. А в итоге что? Что? Заведующего отделением на себе женила. Потом дочку от него родила. А потом, когда он ее выгнал, она деньги начала подворовывать у пациентов. Да ты что? Вот стерва. Лапушка такая. Хлоп-хлоп, хлоп-хлоп. Ой, Людмила Антоновна, у меня такое ощущение, что становится страшно жить. Так, только тихо. Вы меня поняли? Людмила Антоновна, вы вызвали? Да, заходи, Лиза. Беру. Да-да-да, и вот это, пожалуйста, заберите. Будем оставить волк и шестерокозлят. Да. Есть разговор. В общем, тебе нужно написать заявление об уходе по собственному желанию. Подождите, я что-то не очень понимаю. Что-то случилось? Ну, понимаешь, наша медсестра Кира, которую ты замещала, выходит из декретного отпуска. Вот до конца недели. И как мне не жаль, но я формально не имею права ей отказать. Подождите, но вы же говорили, что она выходит только через год. Ну, у нее изменились обстоятельства. К сожалению. Угу. Ты мне очень понравилась. Ты девка трудолюбивая. Ну, может, вы мне другую работу предложите? Нянечкой, воспитателем. Мне сейчас очень важно с ребенком рядом находиться. Я бы с удовольствием, но… Понимаешь? Мне тут позвонили. Ну, у вас там, в больнице. Ну, вы же понимаете, ну… В общем, мне это не надо. Да, я понимаю. Ой, тетя Валь, хорошо посидели. Ну, вот и приходила бы почаще, а не раз в год. Племянница все-таки. Тетя Валь, ну, я бы с радостью, но у нас персонал все в клинике. Сокращают и сокращают. Скоро вообще одна буду работать. Времени ни на что не хватает. Вот так вот. Ой, ну да. О, здрасте. Здравствуй, Лиза. Здравствуй. А это что? Это ты, что ли, у моей тети Вали квартиру снимаешь, да? Ну, да. А вы знакомы? Знакомы. Ома, ты хорошо. Это ж та, о которой я тебе рассказывала. Ну, которая глазками. Хлоп-хлоп. Хлоп-хлоп. Да ты что? Лапушка наша. Ой. Ой. Ну, давай. Все, пока. Что делать-то теперь, а? Ой. Лиза. Да? Выйди. Что случилось? Лиза, не уживемся мы. Съезжай. Алло, Тонь, Тонь. Алло. У нас тут, в общем, Валентина Петровна выгнала нас. Как? Ну, ей кто там что-то про меня наговорил. Тонечка, можно мы у тебя переночуем, а? Слушай, Лиза, я даже не знаю, чем тебе помочь. Я сейчас к маме срочно уезжаю. Она заболела, с работы просилась. Я, конечно, тебя сейчас себе забрала. У нас самих четверо. Ну, да. Там же сестра приехала. Ну, места совершенно нет, понимаешь? Ага. Ты найди где-нибудь день-два пожить. Дешевая гостиница какой-нибудь. Я вернусь, и мы что-нибудь придумаем. Я понимаю. Конечно, да. Да ничего. Да нет, нет, я что-нибудь придумаю. Конечно, я справлюсь. Подожди, как только что-нибудь решится, ты мне перезвони. Езжай, я что-нибудь придумаю, не переживай. Ну, хорошо. Пока. Пока. Пойдем. Надо еще дяде Коле укол сделать. Угу. Простите, а вы не посмотрите за вещами? Мы вот на третий этаж поднимемся. Да, конечно, конечно. Пожалуйста, пожалуйста, посмотрите. Хорошо. Оставляйте. Да, да, да. Оставляйте. Мы здесь еще по себе. Спасибо. Дядь Коля-то мы. Лиза, заходи. Вот. Угощайтесь. Спасибо. Спасибо, Николай Филиппович, но нам сегодня некогда. Там, там ситуация такая произошла у Валентины Петровны. У нее сын, у нее сын вернулся из Америки. Мы сняли другую комнату в другом районе, но я буду приезжать. Так же делать уколы. Маму с работы выгнали, и дядя Валя сказала, что мама плохая. Аня, перестань. Аня, замолчи сейчас же. И тоже нас выгнула. А мама хорошая. А, Аечка, хорошая твоя мама. Как выгнали? За что? Аня, не надо. Так, не шуми на ребенка. Объясни, что стряслось? Ань, собирайся, мы пойдем. Дай чай купить. Аня. Аня, собирайся. Куда ты собираешься? Адрес назови мне, куда вы едете, а? Некуда податься. Соврала. В общем так, останетесь у меня. Понятно? Нет, ну… Анечка, где ваша вещь? Мы не можем. Внизу, тетя стерегут. Это хорошо, верни без добрых, тетя. Мы не можем. Хватит сырость разводить. Идем со мной. Пойдем вещи забирать. Ни одному не донести. Давай-давай, быстренько. Вот. Спасибо. И победил Иван Царевич слово Кощея. И рухнул страшный замок этого Кощея. И вышла навстречу Ивану Царевичу Поселиса Прекрасная. Прекрасная, как моя мама. Да, Анечка, как мама. И стали они вместе жить-поживать, да добра наживать. Вот и сказке конец. А кто слушал – молодец. Ну, Анечка, спи. Спокойной ночи. Спокойной ночи, дядя Коля. По-моему, заснула. Лизонька, не надо. Я сам. Да ничего, мне не сложно. Спасибо. Да не за что. Вы к нам, как к своей семье относитесь. Ну, что вы. Кроме вас, у меня никого нет. И ничего. Дай Бог, встретишь хорошего человека, и у вас будет самая настоящая семья. Да было уже все. Я уже больше никому не верю, Николай Филиппович. Хочешь апельсинку? Я не люблю. Да. Знаете, я так устала от этого недоверия. Хочу всем что-то объяснить, а ведь не верят. Скажи, а ты всем верила? У-у-у. Я даже не выслушала человека, который меня любил. Мне это знакомо. Я тоже с сыном хотел поговорить, а он не стал слушать – сразу ушел. Я думал, ну, потом наладится. Я не пошел за ним. И мы… Иногда из-за нашей гордыни мы расстаемся с близкими людьми. Я вот хотела спросить. Это вы все собирали? Да. Мой отец собирал. Я продолжил. Думал, сын будет собирать. Но не случилось. А зачем? Вам не страшно столько ножей дома держать? Лизонька, это же… Это же не ножи, Лизонька. Это… Это оружие. Это кортики, кинжалы, сабли, палаш. Вот, Лиза, ну что вы, Лизонька. Вот посмотрите, палаш какой. Вы знаете, почему он так называется? Потому что Эфес закрывает руку полностью. Ее нельзя поранить. А вот вы смотрите. Мальчийский кинжал. Посмотрите. Их два в мире всего. Один у меня, второй в Каире. Вот. Вот посмотрите. Вот сабля. Сабля. Посмотрите, какая сабля. Казацкая сабля. Это… Ковои пистолетами стреляли, да? А казаки… Вот веревочка. Знаете для чего? Вот петелька, вот. Одевает пальчик. И на ходу, на полном скаку выхватывается сабля. Подскакивает, подбрасывается вверх. И на полном скаку рубится противник до самого седла. Ой, Лизонька, посмотрите. А вот. Вот еще. Вот. Кортик. Настоящий кортик. Настоящий адмиральский русский кортик. Посмотрите, что здесь написано. В мою честь. Вот. В мою честь. Когда клялись на оружие, то лезвие целовали. Ну, было так, что иногда нарушали клятву. И тогда провинившегося карали его же оружием. Ой, Лиза. Сколько прекрасного всего. А вот посмотрите. Вот. Индийский нож. Видите их крыло? Он называется Кенарий. А вы вот до сих пор все это собираете, да? Да нет, Лизонька. Я постыл. Почему? Все, все. Вижу я. Вижу я, дорогая. Тоня вернулась. Мама, посмотри. Девочка моя золотая. Моя дорогая. Тоня, здравствуй. Как дела? Девчонки мои разные. Тяжелые слушались. Да ничего, ничего. Ну, как вы тут без меня, а? Ну, хорошо. У нас дедушка хороший. Пойдем к нам в ходе. Ну, конечно, пойдем. 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 Пойдем, он будет рад. Смотри, сколько вкусностей я тебе принесла. Видишь? Ой, сокровище ты мое. Как соскучился бы все. Пойдем, пойдем. Маша, вы играете отлично. Учились в консерватории? Да нет. В обычной музыкальной районной школе. Вы столько нам вкусностей, Тонечка, нанесли, что даже не знаю, когда мы все это съедим. На здоровье, Николай Филиппович. Тоня, как мама? Уже нормально. Слава Богу, по правилам, аж больше суеты было. Здравствуйте. А сейчас в эфире программа «Новости медицины». Мы с вами находимся у здания уникальной клиники, руководит которой хирург с золотыми руками и отзывчивым сердцем Соколов Олег Вадимович. В нашей клинике все врачи, не только высокие профессионалы, но они должны помнить, что давали клятву Гиппократа. Папа! Папа! Это мой папа! Так, Аня, все, пойдем спать. Заканчивай уже. Ань, пойдем спать, уже пора. Давай, все, заканчивай. Не хочу спать, папа! Так, Анечка, пойдем без разговоров. Перестань! Хватит! Что за детский сад? Давай, быстро пошли спать. Пожалуйста! Понятие, как милосердие и помощь ближнему. Ну, вот, в принципе, и все. Это бывший муж Лизы и отец Анечки. Как же он мог негодяи? Бросить на произвол судьбы жену и дочь? Что же он? Что ему наплевать, что они мыкаются по углам? Да как же? Николай Филиппович. Ничего-ничего-ничего. Сейчас, погоди. Сейчас, мой родной, сейчас. Секундочку. Сейчас, сейчас. Дышите глубже. Сейчас. О! Дышите, дышите глубже. Под язык возьмите. Лиза! Николай Филипповичу плохо. Вкали ему в тройчатку. Да, сейчас. Дышите. Глубже дышите. Дышите, дышите, дышите глубже. Сейчас все будет хорошо. Сейчас, мой дорогой, сейчас. Дверь придешь, а? Ступенька. Вы можете с нами поехать. Возьмите, пожалуйста. Газовницу примите. Кто из вас с нами едет? Я поеду. Пойдем. Тонька, сидишь с Аней? Не переживай. Езжай. Спасибо. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Вы поправитесь. Вы поправитесь. Все, что я имею, я завещаю тебе и Анечке. Ближе, чем вы. У меня никого нет. У меня никого нет. Это вещание в столе. Нет. В серванте. Лиза. Лиза. Мне плохо. Что вы ждете? Что вы стоите? Николай Филиппович. Николай Филиппович. Николай Филиппович. Поехали. Как он? Николай Филиппович. Остапенко Николай Филиппович. А вы его дочь? Нет. Я… Я за ним ухаживала. Третий инсульт. Простите, мы сделали все, что смогли. Пошли, пошли уже. Может, посидели б еще? Не стоит. Нет, нет, не стоит. Я пойду провожу вас. Не стоит. Мы уже здесь слишком засиделись. Спасибо, что зашли. Заходите, пожалуйста. Хорошо, хорошо. До свидания. До свидания. Ой, хороший человек, так жаловно. Хороший. Хороший у тебя соседи. А ты не знаешь, по-моему, на девятый день душ отпускает проститься с этим миром. Мне кажется, что он все время здесь. Я чувствую. Николай Филиппович, нам без вас плохо. Давай помянем. Хороший он был человек. Даже не верится. Он же как отец был. А Аньке как дедушка. Своей же семьи не было. А Олег не в счет. Николай Филиппович, это ж как родной. Самый родной. Это правда. И поступил как отец. Через полгода в наследство вступишь. Вот как ему теперь отплатить, Тонь? Теперь никак. Да. Мне сказали, что это хороший врач. Так что я очень волнуюсь. Терпение. Ну легко тебе. Терпение. 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 Андрей, я твоя мать и хочу знать, что происходит. Позвонила, нажаловалась. Ижаешь свою жену, свою дочь. Ну меня хоть пожали. Мам, нажалился уже… по самое не хочу. Давай ты уже меня пожалеешь. Хоть раз в жизни. А ты хоть понимаешь, что ты поступаешь, как негодяй? Ну, негодяй. Ты куда собрался? Ты куда собрался? К этой, к своей? Мама, не к ней, а от тебя. От твоих постоянных истерик. Ты должен, ты обязан, это нужно для семьи. Мама! А то, что мне нужно, это никого не интересует. Я живой человек. Я хочу свою жизнь прожить. Свою. Нет. Все. И я Катю не оставлю. Оставь меня в покое. Что ты такое говоришь? Все. Пока. Сынок. Вот нахал. Семнадцать лет его не было и тут на тебе. Ворвался. Стал кричать, угрожать. Но он даже не спросил, как умер его отец. Ему вот это не интересно. Он холодный, бесчувственный чурбан. Знаешь что, моя дорогая? А я считаю, что квартира твоя. Ты ее заслужила. Ты старика обстирывала, обхаживала, кормила. Ничего дурного не хотела и не делала. Между прочим. Так что все законно. Понимаешь? И надо бороться. Вон о ребенке лучше подумай. Да противно все это. Гадко. Как будто я у него что-то украла. Сейчас подожди. Номер какой-то неизвестный. Алло. Алло. Елизавета Зонарева? Да, это я. Вас беспокоит адвокат господина Максим Николаевича Остапенко Никита Колосов. А адвокат Максима Остапенко? А как вы узнали мой номер? Но вы же не премьер-министр Великобритании. Это несложно. В общем, вам должно быть понятно, что мы можем обвинить вас в мошенничестве. В чем? В том, что вы использовали свои профессиональные навыки с дурными намерениями. Но я хочу предложить вам решить вопрос по квартире отца Максима Николаевича мирным путем. Мирным путем? Подожди. С кем? Вы готовы с нами встретиться? Да, конечно. За Аню, не волнуйся. А где и когда? Вы сможете подъехать к нам в офис? В офисе? Нет, нет, нет. Мы можем на какой-то более нейтральной территории. Например, в кафе. Хорошо, давайте в кафе. Записывайте адрес. Майя. Господи. Ну, вот, пожалуйста. Давай договоримся так. Ты там на рожон не лезь. И давай я буду звонить тебе через каждые полчаса. Будь там осторожна. Тяжнее. Ой, Лизка. Все будет хорошо. Слушай, а давай сначала на нее посмотрим. Ну, может, она нормальная девица. Чего ее за жаброй брать? Поверь мне, я таких знаю. Она еще станет ребенком прикрываться. Вон, как моего отца окрутило. Но от отца-то ты сам отказался. Ну, ты ж профессионал. Ну, засунь ты свои эмоции романтические. Ну, ты понял? Понял. Ну, ты не знаю. Поверь мне. Ну, ты ж профессионал. Поверь мне. Поверь мне, нравится мне. Поверь мне. Да, давай. Ну, я и говорю. Мы предлагаем вам хорошие деньги, чтобы вы отказались от квартиры законного владельца. То есть, сын бросил своего отца, никак ему не помогал. И вот этот вот законный владелец, я ухожу за Николая Филипповичем, я не поддерживаю его, я никто. Но помогать можно по-разному. И до могилы можно довезти. Вы совершенно не похожи на своего отца. И я очень этому рад. А это очень видно. Завтра, чтобы квартира была свободной. Слушай, Макс, я твой адвокат, и я сам веду дело. Я тебя просил не вмешиваться. Но я же должен был что-нибудь ответить. Ну что, я молчать, что ли, буду? Ну, хорошо. А если она права? Ты сам не захотел его слушать? Кого? Своего отца. А вот сюда не лезь. Так. Аппарат для искусственной вентиляции легких. Производство Голландии, а? А у меня для тебя подарок. Ну, еще ложечку. Двадцать две тысячи евро, а? Наркозно-дыхательный аппарат в Словакии. Пятьдесят семь тысяч евро. Биологические индикаторы. Стоит, как самолет. Спасибо. Слушай, Марин, давай продадим мою квартиру, добавим и купим где-нибудь в центре. У меня ж теперь статус другой. Они меня вообще хотят сделать соучредителем клиники. Вопрос будет решаться в ближайшие пару недель. Олежек! Ты выдающийся доктор. И ты всего-всего добьешься. А я всегда буду рядом. И в новой квартире мы сделаем детскую. А вдруг кто-нибудь появится? Олег, я подумала, может, мы возьмем ребенка из детдома, проверим все и возьмем. Здорового, похожего на нас. Хочешь? Марин, Мариш, я, я с работы, я устал, я спать хочу. Давай не сегодня, а? Так, химические индикаторы, лучший выбор для эффективного контроля стерилизации. Да, завтра надо позвонить, не забыть заказать. Ань, заходи давай. Хватит уже кривляться. Мой руки и застой. Ань, что случилось? Я, когда с качели упала, очень сильно стукнулась. А чем ты стукнулась? Спиной. Мам, подой, пожалуйста, может пройдет. Давай, моя хорошая, я помогу тебе подняться. Давай. Ау! Так, ложись, ложись, не двигайся. Ложись, ложись, ложись. Я стоять не могу. Сейчас, сейчас, сейчас. Алло, да, да, здравствуйте. У меня у ребенка травма спины. Адрес Захарова 19, квартира 35. Спасибо. Вы не припомните, у девочки были травмы позвоночника? Она упала. У Ани оскольчатый перелом двенадцатого грудного позвонка со сдавлением спинного мозга. Осложненный порезом нижних конечностей. То есть, частичный паралич. Нужна срочная операция, и оперировать должен не просто хирург, а хирург-ювелир. Иначе, иначе возможен полный паралич. Пока она побудет у нас в отделении, вы думаете насчет врача? У нас таких специалистов нет. Кто там? Что тебе надо? Мне Олег нужен. Срочно. Подожди, я спрошу, захочет ли он с тобой поговорить? Мне некогда ждать. Стой, ты куда? Стой, куда ты? Я тебя больше никогда ни о чем не попрошу. Мы из твоей жизни исчезнем. Только сейчас помоги. Это же и твоя дочь. Историю болезни. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Сейчас я перезвоню. Лиза! Лиза, вы когда с квартиры собираетесь съезжать? Мне сейчас не до вас. Не до вашей квартиры. Когда у вас будет время? Когда вы съедете? У меня дочь в травме. У нее паралич. Завтра буду делать операцию. Начинается. Ну, все, как я и думал. Готовь бумаги. Алло, Кит. Ну все, как я и думал. Готовь бумаги. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Зажим. Следите за давлением. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Тампон. Промахни. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Зашиваем иглу. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Спасибо тебе. Спасибо. Не волнуйся, хорошая моя. Спасибо тебе. Не волнуйся. Спасибо. Значит так, пока она возится с ребенком, подам в суд на пересмотр дела о наследстве, она туда пару раз не явится, и ты обставишь это дело без нее. Слушай, Макс, у тебя что, горит? Ну, пускай пока поживут, у нее дочь оперирует. Да не очень-то она обо мне думала, когда отобрала квартиру. Макс, что ты несешь? Ты слышишь вообще, что ты говоришь? Послушай, я тебе плачу не для того, чтобы ты меня учил. Сделаешь так, как я сказал. Отдыхай. – Здрасьте. – Здрасьте. Мам. – Привет. – Привет. Как ты? – Нормально. – Спинка болит? – Ага. Ну, ничего, скоро пройдет, и мы поедем домой. – Привет, пап. – Привет. – Здравствуй. – Здравствуй. Анечка, смотри, что я тебе принес. Ее тоже зовут, Аня. Спасибо. Хотела тебе сказать большое спасибо, Олег. Ты потрясающий врач и… Да брось ты, ведь она и моя дочь тоже. Помоги лучше. Так, Анечка, давай. Так, аккуратненько. Не больно? – Нет. – Так вот. Все. Давай ручку. А девочка у тебя просто замечательная. Такая хорошенькая. Умничка такая. На тебя очень похожа. Спасибо. Послушай, Олег. Мне кажется, вопрос с ребенком может решиться сам собой. Что ты хочешь сказать? А то, что мы можем воспитывать Анечку. Мы. Понимаешь? То есть, ты хочешь забрать ее у Лизы? Да, ведь она не может дать ребенку всего того, что ей можем дать мы. В общем так, Олег. Анечка должна жить у нас. Да нет. Ну как? Ну… Лиза Аню не отдаст. Она мать. А ты отец. И ты имеешь на нее столько же прав. Ну… И потом, где она будет жить? Я узнавала. И снова выставляют из квартиры. У нее нет ничего. У тебя все. Послушай, Олег. Ну, я же видела, с какой любовью ты на нее смотришь. Ну, ладно, Марин. Что-нибудь придумаем. Иди, садись в машину. Олег, обещай мне. А где моя дочь? Так ее же Олег Вадимович забрал. Еще. Еще утром. Как, Олег? Почему? Почему вы ее отдали? Ну, он же отец. Откройте. Откройте. Откройте сейчас же. Откройте. Ну? Ну, что ты трезвой? Медленно дайте мне моего ребенка. Не надо кричать. Анечку испугаешь. Да допусти меня. Лучше будет. Ну, как ты ее растить собираешься? А ребенку нужен уход, забота, реабилитационный курс. Подумай об этом. Ты же мать. Ты думаешь так? Олега удержишь? Моим ребенком? Отдай мне мою дочь. Это моя дочь. А чем она тебе? Это мой ребенок. Отдай мне моего ребенка. Да отцепись ты. Я сейчас полицию вызову. Откройте. 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 Сейчас же. Аня. Анечка, это я. Откройте, пожалуйста. Сейчас же. Откройте. Анечка, это я. Откройте. Откройте. Аня. Анечка, помогите. Аня. Анечка, Анне, пустите. Откройте сейчас же. Ну, сколько можно? Олег. Ну, что теперь? Олег, пожалуйста, ну открой, ну больше три человека, ну открой! Я тебе говорил, что она ребенка просто так не отдаст. Нам теперь это вечно слушать? Не надо было это начинать. Она успокоится и уйдет. Ты сама-то в это веришь? Она нам наоборот жизни не даст. Олег, ты слышишь меня? Ты слышишь меня? Открой сейчас! Хорошо, что догадался, Анечке снотворное вколоть. Так бы еще и она орала. Ну, что делать будем? Алло. Вы знаете, к нам в дверь ломится какая-то неадекватная женщина. Угрожает. Вышлите на ряд? Записывайте адрес. Отпустите меня! Ну, пустите! Вы люди или нет? У меня дочка! Там мне ее не отдают! Ну, пожалуйста! Не фарклевайся ты! Пустите! Вы должны помогать! Отпустите меня! Да успокойся, что ты наконец! Ну, люди! Вы или нет? Люди! Вы или нет? Да садись ты в машину! Ситуацию не усугубляй! Держи давай. Поехали. Поехали! Поехали! Ну, и что дальше? Ну, можем настоять, чтобы ее свидетельствовали. В клинике. Почему нет? На предмет психического здоровья. Нет, это уже перебор. Почему перебор? Хотя, как хочешь. Тогда давай на нее в суд подойдем. Что? Ну, она же опасна. Ты что, не видишь? Ну? Ну, что ты сидишь? Да ты обязан. Ты просто должен написать заявление. Хотя бы, да хотя бы ради своей дочери. Что, отец ребенка забрал? Теперь ты дочку только через суд вернуть сможешь. Вариантов нет. Если по-хорошему не договориться. Останови. Выходи. Петрович, ты обалдел? В отчетах что писать? Что, что? Как ложный вызов оформим. Ну, понятно. Вы меня отпускаете? Да иди, я сказал. Иди быстро. Да меня Машка самого с Тохой видится, не пускарит. Я с ней говорю. Она вообще меня не слышит. Как оглохла. А я что могу сделать? Она вон бьется. Ну, Машка, твоя стерва редкая. Поехали. Мама, мама, я хочу пить. Мама, мама, я хочу пить. Анечка, на. На, пей, солнышко. А где мама? Мамы нет. Мама не здесь. Держи. Это не мама. Где моя мама? Может, я ей молочка смею? Пап. Анечка, это Марина. Она... Где мама? Где моя мама? Она всегда у вас так орет, а? Ну, ты-то не говори ерунду. Алина. Хотела ребенка? На, получи. Мама. Или ты думала, что собачку завела? Вот и разбирайся. Мама. Где моя мама? Мама. Откуда я знаю, как с ней разбираться? Мамочка. Мама. 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА А чего вы дверь не закрываете? Не боитесь никого? Нет. Вот документы. Ознакомьтесь. А, ну да. Вы же за квартирой пришли. А давайте, давайте, я подпишу. Вот. Подождите. А это вам. Письмо от отца. Я вещь пойду соберу. Здравствуй, мой любимый сын. Сегодня ровно месяц, как ты ушел из дома. И я решил написать тебе письмо. Мне рассказали, что ты уехал мстить за Вадика и даже не выслушал меня. Сначала я на тебя разозлился, потом хотел вернуть любовь сыной. Но понял, что ты мой сын. И пойдешь во всем до конца. Поверь, я не виноват в смерти рядового Вадима Пухова. Хотя пусть время нас рассудит. Извини, письмо я так и не отправил. Вот решил оставить его Лизе. Может быть, она когда-нибудь отыщет тебя. С 17 лет разлуки я многое переоценил. Многое стало неважным. Но главное, я верю, ты стал настоящим мужчиной. Я очень верю в это, сынок. Если ты все же прочтешь это письмо, то очень прошу тебя, помогать Лизе. Ведь они с Анечкой стали для меня больше, чем родные. Анюта. Анюта. Ань, ну так нельзя. Ну займись чем-нибудь. Ну, книжку почитай. Ну порисуй. Хочешь мультики? Лиза, подождите. Лиза, подождите. Лиза, я ошибался насчет вас. Отец пишет, что вы изменили ему семью и что он ни в чем не виноват. Лиза, Лиза, оставайтесь. Он хотел, чтобы здесь жили вы и ваша дочь, Анечка, кажется. Подождите. Такой Анечки больше нет. Ее забрали. Кто забрал? Мой муж бывший. Вот так же, как вы, пришли и забрали. А я никто, у меня ничего нет. Мне ни один суд ее не вернет. Рады? Ну, суд, это не проблема. Пойдемте. Никуда я с вами не пойду. Ты дочь вернуть хочешь? Хочешь? Я жду в машине. Ну, что, поехали? Справки собирать, рекомендации с работы. А их неоткуда собирать? У меня нет постоянной работы. Потому что меня отовсюду выгоняют. Все думают, что я… Плевать на всех. Я сама. Да, пожалуйста. Алло. Кит, привет. Ты где? Ну? Ты дал, Макс, стране угля. Все, спасибо. Сама разберусь. Лиза, сидите. Никита, хватит умничать. Я хочу, чтобы ты дал совет, как Лизе вернуть свою дочь. Макс, я не понимаю, что ты хочешь? Ну, напрягись. Ну, придумай что-нибудь. Послушай, ну, ты же профессионал. Ты же знаешь, как это можно сделать. В данном случае ситуация слишком сложная. Я так и знала. Лиза, подожди. Хорошо, давай. А я могу устроить Лизу к себе на работу. Ну, ну, предлагай что-нибудь. Ей нужно выйти замуж за обеспеченного человека. Понятно вам? Чтобы по финансам сравняться с этим, как его? Олегом. Так. Хотели совет. Ешьте ей полными ложками. А другого способа нет? Ну, можно, конечно, работу найти с высокой зарплатой. И жилплощадь у нее должна быть своя. Но проще мужика найти. В противном случае Лиза процесс проиграет. Все. Я за свою дочь сама буду бороться. Анечка совсем на контакт не идет. А то плачет, а просто сидит, уставившись в стенку. Что делать? Мариш, ну, ты ж хотела ребенка. Ну, потерпи немножко. Она оттает, привыкнет к тебе, в конце концов. Олежка, послушай, ну, это же твоя дочь. Может, ты попробуешь пообщаться с ней? Я с удовольствием. Но мне в клинику ж надо. У меня дежурство. Ночное. Так. Все. До завтра. Угу. Здравствуйте, Людмила Антоновна. Лиза, здравствуй. Проходи, садись. Мне нужна характеристика. Мне надо предоставить ее в суд. Я у вас проработала два месяца, у вас на меня жалобы были? Нет. Лиза, вы простите меня. Я никогда не считала вас воровкой. Вы дадите мне характеристику. Ну, конечно. И самую лучшую. Спасибо. Лиза! Лиза, подожди! Лиза! Да что тебе надо-то? Больше не работаешь здесь? Нет, я не работаю здесь. Ты за дочкой пришел. Иди, пожалуйста, мне тоже навредить. Лиза, давай поговорим с тобой. Катьку я потом заберу. Можно? Катьку можешь забрать без моего разрешения. Лиза, я должен сказать тебе одну очень важную вещь. Ты оставь ты меня в покое. Лиза, это важно для нас. Я ушел из семьи. Зачем? Лиза, подожди. Может быть у нас с тобой... Ничего не может быть. Ну, ничего уже не может быть. Ты извини меня. Я не знаю. Я виновата перед тобой. Лиза... Мне очень жаль, но я уже очень дорого заплатила за эту ошибку. У меня нет ни дома, ни мужа. И дочки, похоже, тоже нет. Подожди, что значит нет дочки? А что с ней? Ее забрал Олег. Как забрал? Ну, пусти ты меня, пожалуйста. Лиза, может, я могу помочь, ну, с дочкой что-то сделать? Что сделать? Ну, не знаю. Рисуешь, мое солнышко? Угу. Ну, и молодец. А кого ты рисуешь? Маму. Здравствуйте. Здравствуйте, Максим. Проходите. Ага. Я ненадолго. Ну, зачем вы пришли? Да, просто. Поговорить. А, ну, проходите. Говорите. А вы знаете, этот кортик? Отец вам про него рассказывал? Ну, немного. И вы знаете, что там написано? Вроде как, мою честь. Угу. Этот кортик моему отцу подарили родители моего лучшего друга, Вадьки Пухова. Ну, много лет назад мой отец работал военкомом, наверное, вы знаете, и он обещал родителям Васьки, что Вадик не будет служить дальше в Подмосковье. А через полгода Вадик погиб в Чечне. Ну, а с чего вы взяли, что виноват ваш отец? Я говорил с отцом Вадика, после его смерти. Ну, а Николай Филиппович мне рассказывал, что вы просто не дали ему все объяснить. Максим, послушайте, а вы пришли мне все это рассказать? Лиза, я хочу помочь вернуть вам вашу дочь. Ну, а как вы мне поможете? Вы же не женитесь на мне. Ну, почему? Женюсь. Молодец. Аккуратненько. Потихонечку. Можно мне на горку? Ну, Анечка, девочка моя. Ну, Анечка, тебе на горку нельзя. Тетя, ну, пожалуйста. И не говори мне тетя. Называй меня мама. Ой, а что у вас случилось? Да так, упали неудачи. Ты ж моя девочка хорошая. А чья такая? Моя девочка, Анечка. Я не ваша, не ваша. Я мамина. А ты мне не мама. Ты меня забрала у мамы. Украла. Дура. Да что ты ребенок несет-то такое? До телевизора насмотрелась. 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 Ты что? Дура. Не хочу с тобой. О, да. Аня. Здрасьте. 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 Что тебе не так? Что тебе надо? Я тебе и конфеты, и игрушки, и фрукты ввожусь с тобой. Я с тобой играю. И читаю. На ночь тебе. Ну, что тебе еще надо, а? А ну, не отворачивайся. Ты отвечай, когда с тобой взрослые разговаривают. Ты ответь мне, что я не так делаю? Ну, что тебе еще надо, а? Чего тебе не хватает? Ну? Ты меня у мамы собрала. А я хочу к маме. Привет! Вроде успели. Мы следующие. Так, давай. Там глубинник собрёт. О-о-о! Давай, давай! Строитесь, стройтесь, давайте! Третье! Третье! По росту, давай! Я понимаю, сейчас не та ситуация, но мы должны быть с тобой повеселее. Иначе не поверишь, что у нас с тобой свадьба. Фиктивная. Горька! 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 Ура! Горька! Ура! Садимся в машину, все! Третье! Третье! Уже лучше. Но нужно ещё раз. Там, повторить. Идём. Осторожней. Проходи. Максим, вы знаете… Ты? Может, теперь муж и жена? Да, хорошо. А я не понимаю, почему ты даже не попытался поговорить с отцом? Я поговорил с отцом. Вадика. Мне показалось, этого достаточно. Почему достаточно? А вдруг всё на самом деле было не так? Ну… А вдруг действительно произошло какое-то недоразумение? Почему мы так легко отказываемся от тех, кого любим? Ну… Не знаю. Я тоже совершила ошибку. Не выслушала человека, который был бы мне дорог. А могла бы быть счастливой. Наверно. Подожди. Нет, ты, подожди. Я договорю. Меня оболгали. Назвали воровкой. И твой отец – единственный, кто мне поверил и поддержал. Я ему этого никогда не забуду. И я не верю, что он мог совершить подлость. Я, чужой человек, и не верю. А ты, родной сын, и даже не разобрался. Спасибо вам. Тебе. Пока. Спасибо вам. Тебе. Пока. Послушай, а что всё-таки вот с родственниками твоего друга? Может быть, мы встретимся с ними? Поговорим? Да, не с кем говорить уже. Мать в психиатрической клинике. Отец умер. Одна дочь у них осталась. Катя. Я, собственно, ради неё за эту квартиру бился. Хотел, чтобы она там жила. Чтоб хоть как-то грех отца загладить. Ну, и где она эта Катя? Катю ещё нужно найти. Ну, так мы её найдём. Обязательно. Конечно. У тебя суд когда? Через неделю. Ну, свидетельство о браке у тебя уже есть. Я тебе сделаю справку о доходах со своей работой. Кто у тебя адвокат? Государственный. Понятно. Ну, пока. Угу. Пока. Ну-ка, ешь. Ешь давай. Да что ж ты за ребёнок такой, а? Ешь, а то ремня получишь. Так, не хочешь есть? Не-е-е. Ну, тогда идём в твою комнату и сиди голодная. Иди. Иди отсюда. С глаз моих домой. Вот все документы. И ещё мы написали коллективное письмо в твою поддержку. Даже не знаю, когда жить эти несколько дней до суда. А ты не волнуйся. Займись чем-нибудь. Ну, попей снотворного, ну, я не знаю, успокоительного какого-нибудь. Да не помогает. Не помогает. Только бы её вернули. Ну, теперь-то шанс реальный с твоим-то новым мужем. Спасибо ему. Правда, какой-то мутноватый он у тебя. Нет? Я думаю, он тоже раненый. Все мы ошибаемся. Я думаю, он может ему помочь найти эту женщину, чтобы она рассказала о смерти брата, как было всё на самом деле. Вот и помоги ему. Надо заняться с чем-нибудь, понимаешь? А то ты себя угробишь раньше времени. Олег. Ну, что ты решил насчёт Ани? Что решил? Что решил? Судиться буду. Я не могу допустить, чтобы какая-то прилюдно отобрала мою дочь. Мне репутацию портить нельзя. Ты задумался насчёт репутации? Тогда откажись отсюда. Отдай её и всё. Марина, ну что ты несёшь, а? Да тебе не нужен этот ребёнок. Ты же не занимался её никогда. Да тебе же вообще дети всегда были только помехой. Марин, ты вот когда говоришь, ты мозг включай, думай. А я очень хорошо думаю. При чём тут репутация? Да ты же всё это на зло Лизе делаешь. Так, чтоб ей побольнее. Чтоб знала своё место. Как и я. Ты на мне женился. Ей на зло. Да? Ротку закрой. Ты вообще бесплодная. Про детей она рассуждает. Это мама моя. Я её, конечно, не очень помню. Красивая. Угу. Она умерла, когда мне лет пять было. Поэтому я её практически не помню. Отцу предлагали меня сдать в интернат. Но он отказался. Таскал меня по гарнизонам. Вот. А вот это, это мы с ним первый раз на море. Я тогда не верил, что вода может быть солёной. Думал, что он шутит. Он вообще любил шутить. Вот. О-о-о. Да. Эта школа. У нас тогда деньги у кого-то из класса пропали. И все подумали на дежурного. Вадьку Пухова. А он не брал. Я точно знал, что это не он. И нам с ним вдвоём пришлось драться против всего класса. Да. И вот результат. Папу даже к директору вызывали. Но он меня не ругал. Сфотографировал меня. И сказал, что гордится мной. Майор, чё там по убийству Бычкова? Есть чё-нибудь? Майор, чё там по убийству Бычкова? Есть чё-нибудь? Экспертиза. Вот, держи. Заявление оформлено. Результатов экспертизы ждём. Здрасте. Добрый день. А вы меня не помните? Я к мужу ломилась тогда. А вы меня арестовали, а потом отпустили. И в чём дело? Вы знаете, мне нужно одну женщину найти сестру погибшего солдата. Это очень важно. Пишите заявление. В течение семи дней рассмотрим. Ну, а может, можно? Как-то неофициально. Ну, почему неофициально? Мы официальное учреждение, мы полиция, поэтому… Извините. Лёха, возьми. Здравствуйте. Здрасте. Вы меня не помните? Помню. Ну как, вернули ребёнка? Да нет, там суд ещё будет. Но я надеюсь, всё будет в порядке. Мне нужно найти одного человека. Поможете? Ну, пойдёмте, расскажете. Вот бабы пошли, а. Без мыла влезут. Куда угодно. Ня-а. В нашей базе нет такой. А могла она сменить фамилию? Замуж вышла. Ну, могла, конечно. Но чтобы посылать такие запросы, мне нужно какое-нибудь, ну, документальное основание. Какое основание? Ну, или доказательство того, что вы родственница. Или решение суда. Я не родственница. Значит, решения суда никакого не будет. Всё? Тупик? Почему тупик? Можно подойти с другого конца. Можно поискать мать этой Пуховой. По психоневрологическим интернатам, больницам. В другую область её вряд ли вывезли. А в нашей таких всего два, насколько я помню. Вот телефоны. Здравствуйте. Это справочная? А, я ищу больную, которая может лечиться в вашей клинике. Здравствуйте. Фамилия Пухова-Пухова? Нет такой? Извините. Ладно, будем дальше звонить. Алло, это справочная? Нет. А телефон справочный можно? Я звоню в психиатрическую клинику. А, давно расформировали. А пациентов куда отправили? А, ясно. Извините. Могла, конечно, умереть. Но вот есть ещё один какой-то закрытый профилакторий. Здравствуйте. И я ищу возможную вашу пациентку. Фамилия Пухова. Что? Говорят, сведения подобного рода не предоставляют. Алло. Вас беспокоит операуполномоченный капитан Колыванов. Мне нужна информация по Пуховой. Для дачи свидетельских показаний. Так. Вы меня будете учить, как мне вести оперативную работу? Пухова. Пухова Галина Сергеевна. Сорок пятого года. К вам сейчас приедет моя помощница? Звонарёва Елизавета Петровна. Звонарёва Елизавета Петровна. Выпишите ей пропуск. Спасибо. До свидания. Спасибо вам. Огромное спасибо. Извините, пожалуйста. Простите, а вы не могли бы мне помочь? Я ищу пациентку Галину Пухову. Посещения неродственников запрещены? А зачем вам Пухова? Мне нужно разобраться в одной старой истории. А конкретнее? Об этом я могу сказать только ей. Вы что, не понимаете, где находитесь? Это психиатрическая клиника. Нашим пациентам запрещено волноваться. Я только поговорить. Извините, пожалуйста. Да, я слушаю. Я ищу пациентку Галину Пухову. Галина Пухова? Ну, вы только что разговаривали с её дочерью. Катя! Катя, подождите! Ну, подождите же! Я же вас искала! Ну, в чём дело? Я же вам всё ясно сказала. Я вам покажу только одну вещь. Задам один вопрос и уйду. Вы это узнаёте? Откуда он у вас? Что на нём написано? Там написано в мою честь. Это кортик моего прадеда, морского офицера. Его подарили одному человеку, а потом... Слушайте, я не хочу об этом говорить. Этот кортик я видеть не хочу. Послушайте, я понимаю. У вас произошла трагедия. Вы потеряли семью. Но, может быть, в этом есть то, чего мы не знаем. Просто из-за смерти вашего брата сын проклял своего отца и всю жизнь его ненавидел. Подождите, я ничего не понимаю. Какой сын, какого отца проклял? Что вы несёте? Максим Остапенко, мой муж и друг детства, был вашего брата. Помните? Да, помню. Так вот, он всю жизнь винил отца в смерти Вадима. А при чём здесь Николай Филиппович? Он же был военкомом и обещал, что Вадима не отправят служить как-то. Вместо боевых действий. И оставят в Подмосковье. А что потом произошло? Так вот, в чём дело. Как вас зовут? Лиза. Лиза. Остапенко выполнил своё обещание. Он оставил Вадика в Подмосковье. Ну, просто мой брат, он всегда был очень гордый. Вы же понимаете. Нет, извините. Ну, всех отправили в этот район боевых действий, а его оставили. Угу. Он всем решил доказать, что он не Хлюпик, а настоящий мужчина. И сам попросил, чтобы его отправили туда же, куда и всех. А там его убили на третий день. Почему же ваш отец сказал Максиму совсем другое? Мы не знали, что Вадик сам так решил. Думали, что это Остапенко виноват. А потом мама заболела, и отец умер. В общем, не до этого было. Я понимаю, Катя милая, хорошая. Пожалуйста, я вас очень прошу, расскажите обо всём об этом Максиму. Лиза, мне очень сложно об этом говорить. Но попросите своего мужа. Пусть он приедет к отцу, пускай они поговорят друг с другом. Вы расскажете всё, что сейчас слышали. Зачем вам я нужна? Потому что не с кем уже разговаривать. Николай Филиппович умер. И они так и не встретились с Максимом. Но мне очень надо, чтобы Максим знал правду. И очень важно, чтобы он услышал её именно от вас. Ладно. Хорошо, я поговорю с вашим мужем. Сама поговорю. Я могу прийти завтра. Завтра? Завтра же суд. Хорошо. Хорошо. Приходите завтра. Я вам сейчас адрес запишу. Не надо, я знаю. До свидания. До свидания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА – Привет. – Привет. – Чего так рано-то? – Проходи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А мы тебя уже ждём. Катя. Привет, Максим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо. Поехали. Поехали. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Пусть земля тебе будет пухом. Папа, прости. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Лиза, спасибо. За что? За то, что ты открыла мне правду. И вернула отца. Вернее, память о отце. Пускай даже память, но всё равно. Тяжело было жить с этим грудом. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА А теперь стало легче. Правда? Как камень с души. Спасибо. Олег Вадимович, где ваша бывшая жена? Ваша честь, я понятия не имею. Ну, первая неявка у нас уже есть. Будем надеяться, что неуважительная. Никита Валерьевич. Я не знаю. Извините, можно? Здравствуйте. Я уж хотела перенести заседание. Ну что ж, хорошо, что вы пришли. Хотя заседание началось пять минут назад. Я понимаю. Простите. Вы кто? Родственник истицы. Ваша честь, а у неё нет никаких родственников. Разберёмся, Олег Вадимович. У нас заседание не закрытое, а открытое. Так что может прийти любой интересующийся. Начинаем. Рассматривается иск об определении места жительства малолетней Анны Олеговны Соколовой вместе с матерью Елизаветой Петровной Жанарёвой. Ваша честь, у нас есть предложение. Слушаю вас. Мы можем все наши недоразумения и спорные вопросы решить мирным путём. Очень хорошо. Ну что ж, предлагаю вам, как представителю юстиции, обозначить все ваши спорные вопросы. Олег Вадимович Соколов, незаконно, не предупредив Елизавету Петровну, отобрала моей клиентке дочь и препятствует их общению. Олег Вадимович, поясните суду, почему вы препятствуете общению матери и дочери. Ваша честь, никто не препятствует. Пусть видится с дочерью сколько хочет. А я забрал дочь, чтобы она не уморила её голодом. Работы у неё нет, жилья нет. Как она собирается воспитывать ребёнка? И где? Возражаю. Принимаю. На сегодняшний день у моей клиентки ситуация изменилась в лучшую сторону. Она вышла замуж за уважаемого обеспеченного человека. Максим Николаевич Остапенко является владельцем крупной развивающейся консалтинговой фирмы. Поэтому материальное положение у моей клиентки нисколько не хуже вашего. И у них есть все возможности для того, чтобы Анна Олеговна росла в достойных условиях. Угу. Ну и когда это ты успела? А ты что удивляешься? Ты когда женился? Через месяц, наверное? Таню укралась в больнице, она даже от операции не оправилась. Тихо. Не твоё дело. Дело не твоё, поняла? Так, стоп, 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 стоп. Нечего устраивать склоку в зале суда. А вы будете говорить только после того, как я дам вам слово. Извините. Извините, Ваша сесть. Олег Вадимович, в ваших силах сейчас договориться обо всем с вашей бывшей женой. Очень хорошо. Или вы предпочитаете судиться? Ваша сесть, я... Я предпочитаю не видеть и не слышать её. Ясно. Продолжаем заседание. Главное, чтобы с Анюткой всё было хорошо. Почему их ещё нет? Где они? Спасибо тебе за Никиту, за всё, за помощь твою. Спасибо. Нет, я позвоню. Подожди, подожди. У него ещё есть две минуты. Тем более, если он сам позвонит. Значит, всё будет нормально. Ну, чего ты боишься? Я не знаю. Ну, вдруг что-то произойдёт. Я... Я... Я не знаю. Я просто так устала сражаться. Сейчас. Мама! Мамочка! Мама! Мама! Анечка! Анечка! Мамочка! Анечка! С тобой всё хорошо? Мама! Девочка моя. Вот. Иди. Иди ко мне. Привет. Привет. Поехали домой? Чудесно. Долго репетировали? Прям как по нотам. Так. Осторожней. Я понял. Ты решила мне отомстить. Ты просто решила мне отомстить, девочка. Я не знаю, как ты вот с этим договорилась, но если ты только посмеешь оградить меня от ребёнка, я снова подам на тебя в суд. Слышишь, я докажу, что ты готова лечить с любым, лишь бы получить... О! О! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ну что, уснула? Угу. Вырубилась так быстро. Вот документы из органов опеки. Теперь никто не сможет тронуть ни тебя, ни Анечку. Я даже не знаю, как тебя благодарить. Спасибо тебе. За то, что была с отцом. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ну, пока. Доброе утро, Анечка. Доброе утро, мамочка. А мы сегодня будем ёлку наряжать. Угу. Я так счастлива, что ты снова со мной. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Привет! Привет, Тонь! Заходи! Ой, слушай, как же я упалялась! Ой! Что это? Это игрушки! Ага, спасибо! На, забирай! А это? На вещевом рынке кое-что Анечке, где мне прикупила! А куда ты столько? Ну, что-то не подойдет! Сдадим! Как ты с этим шла? Заходи, Тонь, спасибо! О, погода! Погода какая! Класс! А ты что, в самом деле решила оставить квартиру этому? Ну, как его? Максиму! Угу! Ты о ребенке подумай, блаженная! Этот Максим три квартиры такие может купить! Ну, это квартира его отца! Так будет честно! А я хочу начать все с чистого листа! Угу! И как же ты собираешься начать? Тут на ниточки надо! Давай, солнышко, сейчас сделаю! Ну, я уеду! Уеду в свой город! И… С ума сошла! Столько сил положено на Москву! Столько нервов! И все бросить! Из-за чего? Все! Слышать даже не хочу! Я трачу свое время! Силы! Здоровье! За ребенком приглядываю! А она! Уеду! Хм! Лизка, ты брось! И вообще не пугай меня! Уедет она! Ну! Что молчишь? Ты что? Что? Ты что, влюбилась? Тонь, ты чего? Не говорю влюбилась! Влюбилась! Ну, ну, скажи честно! Влюбилась! Так… Приехали! Мам, там дверь звонят! Привет! Привет! Я по поводу нашего брака? А! Ну, да! Да, я понимаю! Так, когда ты хочешь оформить развод? Я не хочу оформлять развод! Я хочу, чтобы вы переехали ко мне! Вместе с Анечкой! И я вас больше никуда не отпущу! Да! Подожди! А давай здесь отпразднуем Новый год? Давай! И пригласим только самых близких друзей! Лиз! Кто там пришел? До свидания! Эта! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Давай поговорим. Можно я войду? Заходи. Знаешь, я за последнее время очень многое поняла. Главное, научиться слышать друг друга. Но не всегда так получается. Ну, надо пытаться успеть это все исправить. Я не выслышала тебя. Не захотела слышать Андрея. Максим не услышал своего отца. И кое-что уже безвозвратно ушло. А у вас все еще можно изменить. Ты правда так думаешь? Я уже уверена. Вам просто нужно поговорить. И еще... Вы мне очень близкие люди. Вы оба. Музыка. 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 Ага. Ничего не забуду? Салат? Салат. Салат. О! Я открою. Салат. Андрюша, заходи. Привет. Привет. Я тебя очень рада. Максим, познакомься. Это Андрей, мой старый друг. Это Максим. Привет. Ну, проходи. Проходи, проходи. Вам надо поговорить. Просто поговорить. Сейчас для этого самое подходящее время. Проходи, проходи. Проходи, проходи. Не будем мешать. Пойдём, пойдём. Ага. ПОДПИШИСЬ ПЕСНЯ Широк и желт Вечерний свет Нежно-апрельская Прохлада Ты опоздал На много лет Но все-таки Тебе я рада Прости, что я жила скорбя И солнцу радовалась Мало Прости, прости Что за тебя Я слишком многих Принимала Прости, прости Прости, прости Прости, прости Прости, прости